Здравствуйте! Это программа новости Сургут-24. В студии для вас работает Юлия Давыдова. В начале выпуска коротко о главных темах. Данные за выходные и понедельник. Сургут в лидерах по числу новых коронавирусных пациентов. На борт с комфортом в крупнейшем аэропорту автономного округа презентовали лифты для маломобильных пассажиров. И занимайся будь здоров. Какой вид спорта в Югре будут развивать с помощью НКО и появится ли в Сургуте новый скалодром? В Сургуте вновь больше всего положительных тестов на коронавирус. По данным за выходные и понедельник в Югре 467 новых заболевших. 129 из них в крупнейшем городе автономного округа. Следом идет Ханты-Мансийск, где пациентов вдвое меньше. В Нефтьюганске 48, в Сургутском районе 12. Выписаны за три дня почти 200 югорчан. Лечение сейчас проходит более 1600 человек. Состояние 46 оценивается как тяжелое. Кроме того, за пятницу, субботу и воскресенье скончались три человека с подтвержденным ковидом. В Сургуте нетрезвый водитель спровоцировал массовое ДТП. В пятницу вечером на выезде из города у перекрестка улиц Аэрофлотская и Индустриальная столкнулись четыре машины. По предварительной версии госавтоинспекции 53-летний мужчина, управлявший внедорожником Митсубиси, неверно рассчитал дистанцию и влетел в Форд Фокус. Иномарка по инерции въехала в Рено Дастер, французский паркетник ударил Тойоту Лэнд Крузер. После осмотра врачами участники аварии от госпитализации отказались. Предполагаемый виновник столкновения был нетрезв. Это данные медицинского освидетельствования. Врачи установили степень опьянения в 0,93 промилле. Мужчине теперь грозит лишение прав на срок до двух лет и штраф в 30 тысяч рублей. Спустя сутки в субботу вечером в аварии на Нефтьюганском шоссе пострадали 4 человека. Как установили в ГИБДД, водитель джип Чироки по каким-то причинам оказался на встречной полосе. Там произошли два удара. Первый пришелся в Рено Дастер, второй в Ниссан Тииду. После столкновения медицинская помощь потребовалась водителю и пассажиру американского внедорожника. Наиболее серьезные повреждения получила автоледи, управлявшая японской легковушкой. Вместе с пассажиром ее доставили в травматологическую больницу. По факту аварии ведется следствие. С начала года на дорогах Сургута произошло 182 ДТП. 9 человек погибли, 251 травмирован. На эту же дату, но в 2019 аварии фиксировали наполовину чаще. 14 участников дорожного движения скончались, более 330 обращались за медпомощью. Переправа продолжает преображаться. На территории Центра помощи бездомным животным Дайлапу высадили 80 деревьев и кустарников. Когда они окрепнут и приживутся, из них сделают живую изгородь. Такое ограждение будет отделять тренировочную площадку от прогулочной зоны. А значит, собаки во время дрессировки не будут отвлекаться на своих собратьев. Саженцы переправе выделил интеллектуальный клуб. С посадкой помогали посетители, волонтеры, а также глава города Вадим Шувалов, председатель Думы Надежда Красноярова и генеральный директор «Газпромтрансгаз Сургут» Олег Ваховский. Кроме того, на территории продолжают устанавливать дополнительные вольеры для питомцев. Грант на развитие поступил благодаря победе в конкурсе «Бюджет Сургута онлайн». Вадим Шувалов отметил важность поддержки таких некоммерческих организаций. Деревья будут исполнять функцию живой изгороди. Спасибо за это Югорскому интеллектуальному клубу. Они при поддержке фонда президентских грантов высаживают у нас здесь деревья. Это хороший пример работы двух сильных некоммерческих организаций. Мы ответственны за тех, кого приручили. И вот это действительно так на сегодняшний день. И мы видим, что ту ответственность. И я благодарен Александре Муриевой и ее движению «Дай лапа». А самое главное, что души здесь теплеют. Видишь этих собак красивых, добрых. И я знаю, что за свое существование этого движения «Дай лапа» около 3200 собак нашли своих хозяев. Это дорогого стоит? Проще, чем кажется. Пассажиры с ограниченными возможностями здоровья без проблем могут попасть на борт воздушного судна. Это доказали сотрудники Сургутского аэровокзала. В ходе экскурсии они продемонстрировали общественникам, представителям администрации и обществу инвалидов города, как работает предприятие с маломобильными гражданами. Подробности у Виктории Алексеевой. На борт с особым комфортом. Сургутский аэропорт провел для общественников и маломобильных пассажиров экскурсию по зданию и перрону. В авиагаване предложили оценить доступность услуг клиентам с ограниченными возможностями здоровья. От подъезда к зданию до посадки в салон самолета. На привокзальной площади для машин со знаком «инвалид» обустроены специальные парковочные места. Рядом разместили стойки с номером телефона администратора. На случай, если человек сам не сможет выйти из машины. На крыльце такая же табличка и кнопка. После нажатия на нее к клиенту подойдет сотрудник аэровокзала и проведет на досмотр. Эта процедура для маломобильных своя. Ее выполняют с помощью ручного газоанализатора. У стойки администратора также есть кнопка для вызова персонала. Каждый сотрудник аэропорта несет ответственность за предоставление услуг маломобильным. Сопровождение по вокзалу и с выходом на посадку. Администратор вызывает начальника смены, который в свою очередь назначает помощника. Он сопровождает пассажира на всем пути его следования. Возле стойки регистрации клиента ожидает агент. Агент выходит. Общаясь лично с пассажиром, выясняет, какие есть особенности, какая помощь ему необходима. Хочет ли он остаться в своей коляске или хочет воспользоваться нашими колясками. Агент выясняет все особенности. К примеру, коляски с электрическим приводом необходимо сдать в багаж. Туда же чемоданы, если есть. Особенного пассажира провожают на предполетный досмотр. Он также проходит в индивидуальном порядке. На борт маломобильные всегда поднимаются первыми, спускаются последними. Для этого используют специальную машину «Амбулиф». Подъемник оснащен климат-системой для комфортной доставки людей и летом, и зимой. Преимущество устройства в том, что пассажир с ограниченными возможностями попадает на борт самолета от терминала без лишних усилий. Мы услышали все ваши предложения. Безусловно, они очень интересны и, кстати, не так сложно реализуемы. Более того, я хочу сказать, не надо ждать каких-то реконструкций. Надо делать сейчас. Мы живем один раз и живем сейчас. На круглом столе участники экскурсии обсудили презентацию. Поступило предложение оборудовать кассы специальным устройством. Оно будет считывать голос сотрудника аэропорта и бегущей строкой подавать информацию пассажиру. Максим Старовойченко – участник всего процесса подготовки аэровокзала «Сургута» к качественному оказанию услуг маломобильным гражданам. Итогами остался доволен. Что касается передвижения по аэровокзалу, это все полностью отрабатывается сотрудниками, в том числе и с участием маломобильных на моем примере. То есть это непосредственно... Я не скажу, что эта подготовка, так скажем, носит постоянный, но тем не менее регулярный характер. Сотрудники также сдают и экзамены на подготовку, в том числе и с моим участием. И катаемся мы с ними точно так же. Мы все эти годы совершенствовали так или иначе нашу инфраструктуру методом дообустройства пандусов, методом ремонта туалетов. У нас сегодня в аэровокзале четыре туалета, оборудованные для работы, ну для обслуживания маломобильных пассажиров. Один из них в зале вылетовый вы видели. Есть такой же туалет в стерильной зоне после прохождения досмотра, в накопителе, в международном секторе есть такой туалет, и в бизнес-зале есть такой туалет. То есть это все то, что мы делали последние годы. Услугами сургутской авиагавани ежегодно пользуются больше тысячи маломобильных пассажиров. Инфраструктуру для них планируют совершенствовать и дальше. Например, сделать к телетрапам пандусы, чтобы людям с ограниченными возможностями здоровья было еще комфортнее подниматься на борт самолета. Виктория Алексеева, Сергей Коликов, Сургут.Интерновости. До 70%. Именно такого показателя по числу занимающихся физической культурой и спортом планируют достичь в Югре через 10 лет. Во время онлайн-встречи с представителями спортивной общественности Наталья Комарова обсудила, чего не хватает в регионе для достижения цели. О том, какой вид спорта в Югре будут развивать с помощью некоммерческих организаций и появится ли в Сургуте новая площадка для занятия. Скалолазанием расскажет Валерия Кудрявцева. Онлайн-встреча с представителями спортивной общественности стала личной инициативой Натальи Комаровой. Началась беседа с обсуждения развития адаптивных видов спорта. Количество атлетов с УВЗ только за этот год увеличилось более чем на тысячу человек. Причем половина из них – это дети. Сейчас 27 спортсменов под руководством старшего тренера сборной округа Александр Боровых находится в Адлере на всероссийских соревнованиях по лёгкой атлетике для лиц с поражением опорно-двигательной системой. Несмотря на сбои в подготовке команды, связанные с пандемией, сегодня все спортсмены здоровы, находятся в хорошей спортивной форме, готовы показывать достойные результаты. По результатам этих соревнований сформируют сборную страны для участия в Олимпийских играх в Токио. Одной из ведущих тем встречи стало участие некоммерческих организаций в развитии спорта. Югра уже три года подряд является лидером российского рейтинга Министерства финансов в поддержке НКО. Вопрос более плотного взаимодействия в сфере физической культуры обсуждали в Общественной палате региона. Автономный округ входит в число четырёх пилотных территорий в стране по абробации этого механизма. Минфин также провёл исследование среди граждан, где выясняли, какой именно вид спорта стоит развивать во взаимодействии с НКО. Данные такого социологического исследования позволили нам прийти к выводу, что самым удобным, самым перспективным для абробации будет вид спорта шахмат. За прошлый год увеличился уровень обеспеченности юморчан спортивными объектами. Построили крытый хоккейный корт в Нягоне, центр единоборств в сельском поселении Солнечный суркутского района, многофункциональный спортивный центр возводится в Нефтьюганске. Однако на этом останавливаться не собираются. Недавно правительство автономного округа приняло решение о том, чтобы муниципалитеты в своей градостроительной документации использовали стандарт региональный и обязательно формировали велодорожки для населения. Мы планируем ввести такой югорский стандарт по благоустройству поселений, включающий создание возможностей, на которые сформирован запрос. От суркутян поступил вопрос о строительстве в городе скалодрома, ведь за последнее время интерес к занятию этим видом спорта у жителей значительно вырос. На следующий год у нас идет активная реконструкция парка Кедровый лог, и как раз третьим этапом у нас запланировано в следующем году, в сентябре месяце, строительство скалодрома на территории парка Кедровый лог. Однако заниматься на таком скалодроме можно будет только в теплое время, потому, по словам заместителя главы Сургута Алексея Жердева, сейчас прорабатывается вопрос о строительстве трассы в спортивном комплексе «Энергетик». Валерия Кудрявцева, Сургут, Интерновости. Уступили полуосновным составом. Волейбольный клуб «Газпром Югра» во втором туре российской суперлиги на своей площадке принимал красноярский «Енисей». Гости пожаловали в Сургут, не имея ограничений в численности игроков, за исключением одного спортсмена. У северян же из-за различных травм и повреждений выбыли сразу семь человек. Это, как и в первом туре, не позволило претендовать на победу. Против игроков сборных Украины и Болгарии, а также опытных российских волейболистов, вышли молодые дебютанты. Список «Газпром Югры» сформировался из оставшихся в основе спортсменов и молодежной команды. В результате сургутяне практически без борьбы уступили в двух стартовых партиях – 13-25 и 21-25. Сегодня у нас на позиции Либера играли пацаны, которые, можно сказать, впервые выходят на поле Суперлиги. Да и в целом, по игре, можно сказать, сегодня наш средний возраст команды был 22 года. Это достаточно юный возраст для уровня Суперлиги. Но они показали, что они, опять же, они показали, что они могут бороться, могут играть на равных, недолго выдерживают концентрацию этого уровня. Поэтому получаются сбои и перепады. Действительно, в сургуте фактически нету состава никого основного. Конечно, нам это упростила жизнь однозначно. Но мы вышли, зная об этом, мы вышли и решали свои задачи. Видели, сколько делали замен различные, проверяли позиции. Там подключили диагонального, который тоже у нас очень долго уже не играл, был травмирован. Реально травмирован, пресс был у него порван. В третьей партии волейболисты сургута достигли максимума концентрации. Некоторое время вели в счете и в концовке имели возможность оставить этот игровой отрезок за собой. Однако в решающем розыгрыше удача улыбнулась украинскому легионеру Енисея Яну Ерещенко. 23-25 в сете и 0-3 в игре. Следующие встречи северяне проведут на выезде в Новом Уренгое и Белгороде. Сейчас решается, в каком формате пройдут эти встречи. Из-за коронавирусных ограничений зрители на трибуны пускают не везде. В Сургуте за баталиями наблюдали 2-3 сотни болельщиков. Это около 10% от вместимости трибун. Для игроков обустроили чистые зоны. Все спортсмены перед выходом на площадку сдают тест на COVID-19. Вся команда ходит в общественных местах в масках. Стараемся руками ничего не трогать. Минимум контакта с посторонними людьми. Ну и тесты. Можно заболеть и в самолете, и в том же автобусе, где мы ездим. Потому что аэропорт, пересадка в аэропорту, большой контакт с людьми. Вроде есть защита, есть маски, есть антисептики. Но это не дает же стопроцентной гарантии. На этом выпуск новостей завершен. Спасибо, что были с нами. Впереди еще блок коммерческой информации и прогноз погоды. Больше новостей читайте и смотрите на нашем сайте. Индефизньюс.ру Увидимся на наших каналах. Что такое жалюзи-зебра? Это день или ночь одним движением пальцев. Регулируйте поток солнечных лучей, создав мягкий струящийся свет или расслабляющую тень в вашем помещении. У нас большой выбор тканей с разной плотностью и изготовление один день. Закажите практичные и стильные жалюзи «Зебра» в компании «Жалюзи». Это радио, авторадио. Над кварталами, автострадами. Авторадио. Первое автомобильное радио. Радио реклама. Рекламно-информационное агентство «Пять звезд». На 5ria.ru. Телефон 221-555. Дома, которые мы строим, это не просто стены и крыши. Это возможность начать что-то новое, принять новые судьбоносные решения, узнать новых людей. Мы постоянно повышаем требования к себе и к качеству нашей работы, чтобы каждая из квартир стала уютным домом. Мы – строительная компания «Сипромстрой». Мы строим для любимого города. Для вас. Отдел продаж в Сургуте. Есенина, 2. Телефон 600-190. Для суровых сибирских морозов модная и уютная детская одежда «Олдос». С магазинами «Карапуз» точно не замерзнешь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok